Музыка Едва появившись в 2003 году, Мазда 3 сразу получила прозвище «Японская Альфа». И не только за внешность с итальянскими мотивами, за яркий ездовой характер. Но 150 сил мало, чтобы попасть в элитный клуб горячих хэтчбеков. И тогда японцы сделали всем супер-зум-зум. Они пересадили трешки сердца от Мазды 6 МПС и дали ту же фамилию. Получилось Мазда 3 МПС. Слишком мощный и неприлично быстрый автомобиль. МПС расшифровывается как «Мазда Performance Series». Горячие серии, если хотите. Под капотом этого привычного глазу хэтчбека турбомотор с непосредственным впрыском от шестерки МПС. 2,3 литра. 260 лошадиных сил. На сегодня это один из самых мощных серийных хэтчбеков гольф-класса. А на российском рынке самый мощный. Но отнюдь не самый дорогой. Наоборот. Мазда 3 МПС – самое выгодное предложение среди горячих хэтчбеков. Цены начинаются от 32 тысяч долларов. Дешевле только Ford Focus ST. Но у ST всего 225 лошадей. И в базовой комплектации у него только три двери. Нет ни ксенона, ни климат-контроля, ни подогрева сидений. А тут сразу есть всё. Хотя из всех горячих хэтчбеков Мазда 3 МПС – самый неприметный. Необычные формы противотуманные фары, большего диаметра 18-дюймовые колеса, да толстый патрубок выпускной системы. Вот и всё, что отличает МПС от обычной трёшки в комплектации Sport. Не совсем. На самом деле тут другой воздухозаборник в переднем бампере. Более выпуклый капот, чтобы прикрыть расположенный горизонтальный интеркулер. И передние крылья немного шире. Но всё это не бросается в глаза. Придётся отдельно рассказывать друзьям. В салоне красная строчка, алюминиевые накладки на педалях, требовательные к фигуре кресла и спидометр, размеченный до 280 км в час. МПС неправда. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км в час. Всего 250. Но с другой стороны, это здорово, что МПС так похож на обычную трёшку. Свет, выключите, пожалуйста. Смотрите, как тлеют угли салона. Наверняка на рестайлинговых машинах заменили рукоятки климат-контроля с прозрачных на матовые, потому что клиенты боялись обжечься. Жаль, было красивее. Спасибо, Свет. Но главное преимущество обычной внешности в том, чтобы вам не будут задираться группы из стритрейсеров. Зато уж если вам захочется погоняться, вы можете подкрасться к сопернику незаметно и проглотить его, пока он ничего не понял. Так если приноровитесь к сцеплению, на обычной трёшке трогаться гораздо проще. Это избыточная мощь турбомотора. Слышите, это шипение, так настроена система впуска. Но МПС не только шипит, но и жалит. И если двухлитровая трёшка не самый медленный, между прочим, автомобиль начинает вести по-настоящему только после 4 тысяч оборотов, то МПС... МПС роет земли уже с самых низов, а к 3 тысячам двигатель выдает уже максимум крутящего момента в 380 ньютон-метров. Наконец, МПС может дольше разгоняться и позже тормозить. Тут мощнее тормоза с дисками большего диаметра. Но реализовать эти преимущества, не опасаясь расстаться с правами, я могу только где-нибудь на полигоне или в Тушино на тренировочной базе Российской Автомобильной Федерации. Но в городе, кроме пушечных ускорений, у МПС не так много преимуществ перед обычной трёшкой. Например, подвеска версии «Спорт» уже вполне соответствует своему названию. А здесь шасси ещё жёстче. И жёстче, увы, не значит лучше. Потому что плавности хода почти не осталось, а энергоёмкости не прибавилось. Перед лежачими полицейскими приходится почти совсем останавливаться. Крупные неровности иногда отзываются болезненными пробоями. Мне интересно, на эти амортизаторы распространяется трёхлетняя гарантия? Потому что на мою спину она точно не распространяется. У 150-сильной версии «Спорт» на 17-дюймовых колёсах лучше курсовая устойчивость. А МПС слишком нервно реагирует на колеи, требуя подруливаний. Вдобавок на нашу машину дилеры поставили шины шире стандарта. И трёшка стала ещё чувствительнее к дорожному прорезию. Руль тяжёл не только в парковочных режимах, но и на трассе. А зачем? Информативности ему это не прибавляет. Вдобавок электрогидравлический усилитель на обычной трёшке экономит топливо. А традиционный гидроусилитель здесь постоянно отбирает у двигателя мощность. Но главное, динамика 150-сильной версии гармонирует с городским движением. А этот автомобиль? Он рвёт реальность волоскуты. Ему здесь тесно. Я смотрю не на дорогу, я смотрю на спидометр. Смотреть нельзя, потому что чуть отвлёкся, уже 160. Мне хорошо, автомобилю замечательно. Но в этой стране нельзя так ездить. Глядите, где находится отметка 60 км в час. Где-то на самом дне колодца сразу и не разглядишь. И показываете гаишнику. Вас оштрафуют просто за то, что цифра такая маленькая. Действительно, что такое 60 км в час? Тогда динамика МПС в городе абсолютно. Нет такого манёвра, такого обгона или перестроения, который бы вам не позволил выполнить этот автомобиль. Ускорение выносит вас на любой передаче, на любую высоту. Двигатель МПС – восхитительная комбинация мощности и тяговитости. Только переключаться можно почаще и держать стрелку тахомедра между тремя и пятью тысячами оборотов. Трёшка МПС на 200 с лишним килограммов тяжелее версии «Спорт». Конечно, с таким двигателем этого не чувствуется, но... Мне просто интересно, откуда такая прибавка? Окей, двигатель, коробка передач, более тяжёлые колёса и тормоза, иная выпускная система. Эм... Что ещё? Локальные усилители кузова в трёх местах. Ну, наберётся от силы килограммов 100, ну, 150. А остальное – это что? Звукоизоляция? Верится с трудом. В салоне по-прежнему слышно всё. Двигатель, шины, ветер, как песок стучит по арту, как трава растёт и почки набухают. Динамика МПС безумна. И вы заражаетесь этим видом. Морально неустойчивым этот автомобиль вообще противопоказан. Но даже если вы сама рассудительность, трёшка МПС за несколько дней превратит вас в законченного стритрейса. Медленно ездить на этом автомобиле нельзя. Это как власть. Пкусив однажды, не откажешься. А МПС – это безоговорочное милосходство над городом. Но в какой-то момент устаёшь от трёхзначных цифр. Хочется говорить с городом на одном языке. И обычная трёшка подходит для этого лучше. А ещё 150-сильный спорт естественнее, натуральнее. Да, он на разгоне звучит, как старая кофемолка. Но я хотя бы понимаю там логику процесса. А здесь что-то происходит помимо моей воли. Просто у МПС очень умный трекшн-контроль, антипробуксовочная система. Она управляет не только дроссельной заслонкой, но и перепускным клапаном турбокомпрессора, регулируя давление на дуло. Компьютер следит не только за тем, как я нажимаю на педаль, но и за тем, как проскальзывают колёса, и даже за тем, как я поворачиваю руль. В итоге, избавляя меня от пробуксовки, МПС теряет время. Но что хуже, я теряю чувство управления разгоном. По крайней мере, на первых двух передачах. К счастью, на третьей передаче чувство двигателя возвращается вместе с этим пьянящим турбоподхватом после трёх тысяч. Всё-таки непосредственный впрыск и турбонаддув – это лучшее, что придумал человек. Турбоподхват есть, а турбо-яма нет. И при этом, как бы вы ни крутили мотор, расход топлива едва превышает 15 литров 98-го на сотню. В таких режимах японские турбоседаны потребляют почти в два раза больше. Хотя, про разгонные динамики Мазда уступает им совсем не менее. И отдельное аригато японцам за эту цепкость в поворотах. Да, мне иногда не хватает реактивного действия на руле. Кажется, что колёса вот-вот сорвутся в пробуксовку. Но Мазда держится, держится и держится. И всё благодаря переднему самоблокирующемуся дифференциалу. Да, маздовцев можно упрекнуть в том, что они выбрали из двух зол меньшее. Всё-таки автомобиль получился мощный и тяжёлый. Его нужно было либо оснащать полным приводом, либо блокировкой переднего дифференциала. И они пошли более дешёвым путём. Но, с другой стороны, почти никто из конкурентов не имеет даже этого. Блокировку дифференциала предлагают единицы. Да и то только за доплату. А здесь вот она, пожалуйста, в базовом оснащении. Степень блокировки невелика. Но в повороте это всё равно позволяет внутреннему разгруженному колесу лучше реализовывать крутящий момент, а не терять его в бесполезной пробуксовке. А умный трекшн-контроль снимет излишки тяги, чтобы работа блокировки не отдавала вибрациями на руле. В итоге можно понемногу открывать дроссель уже на входе в поворот. Передок под газом затягивает внутрь. Одна беда. Иногда ошибаешься на переключении передач. Вместо пятой передачи попадаешь в третью, вместо четвёртой во вторую. Но невысокая избирательность, пожалуй, единственная проблема этой шестиступенчатой коробки от Mazda 6 PS. Но и стандартная машина способна доставить вам удовольствие на извилистой дорожке. Пусть нет блокировки, пусть спорт гринится больше. Зато, естественно, не отклики на педаль газа и руль легче. Хотя скорость, скорость, конечно, не та. А мне всё-таки так не хватает полного привода. МПС, он словно дразнится. Вот они, 260 лошадиных сил под капотом. Больше только у Audi S3. Но я не Audi S3. У меня нет полного привода. А значит, ты можешь реализовать их в заявленные 6 секунд до сотни только на майские праздники. А я хочу на Новый год. Увы, висит груша, нельзя скушать. Да. Вот такое неожиданное раздвоение. Да, с одной стороны, Mazda 3 сражает конкурентов наповал тремя неубиваемыми козырями. Во-первых, мощностью. Во-вторых, наличием блокировки дифференциала. И, в-третьих, конечно же, ценой. Но, с другой стороны, вдруг оказывается, что, думая о покупке Mazda 3 и МПС, вы выбираете не обязательно между Mazda, Opel, Ford, Volkswagen, еще чем угодно, но и между Mazda и Mazda. Конечно, 150-сильная версия Sport прохладнее. Но это достаточно быстрый автомобиль, вдобавок, более комфортный. Его дешевле страховать. Он потребляет 95-й бензин. При этом он тоже обладает ярким ездовым характером. И стоит на 7 тысяч меньше. Безусловно, сама по себе прибавка в 110 лошадиных сил стоит этих денег. Но стоит ли их МПС в общем по сравнению с двухлитровой Mazda 3 Sport? Стоит? Ааа, нет. Мощность хороша тогда, когда вы можете реализовать ее до конца. А для этого трешки не хватает полного привода. А покупать МПС по принципу «не съем все так по надкусову» или «из-за статуса топ-модели». Я выбираю разумную экономию. Все. Мы на трассе Мячиково-Московское кольцо. Ни по какому сценарию у нас здесь не должно было быть. Видите, я даже одет, как попало. Просто нам позвонили и сказали, приезжайте и погоняйте на Mazda 3 МПС. Ну, разве ж мы могли отказаться? Тем более, что нас мучили сомнения. Не слишком ли строго мы отнеслись к этому красному бесу? Может быть, на сухом гоночном треке МПС раскроется во всей красе? Кольцевый гонщик Борис Шульмейстер показал мне траекторию, посадил себе в багажник нашего оператора и кое-что стало проясняться. Чувствуется, конечно, что возможности машины здорово ограничены мягкими зимними шинами. И все равно блокировка дифференциала позволяет открываться достаточно смело в некоторых местах. Но это мы замечали и раньше. А тут еще оказалось, что с выключенной системой стабилизации блокировка работает уже не так эффективно. Вдобавок, с ростом скорости стала заметнее недостаточная поворачиваемость. То, что мы почувствовали на скользких покрытиях, стало еще очевиднее. МПС сильнее скользит перед ком, чем двухлитровая машина. Почти отсутствует азартная склонность к заносу под сброс газа, свойственной версии СТО. Но больше всего удивила метаморфоза подвески. От прежней злой жесткости не осталось и следа. С ростом скорости усилились крены. Появилась раскачка. Мягковат, мягковат автомобиль для гоночного трека. Но только до тех пор, пока не попадаешь на поребли. Тут кузов снова содрогается от болезненных ударов. Нет, настройки амортизаторов нас так и оставили равнодушными. Из-за этой мягкости на торможении автомобиль нестабилен. А плюс только в том, что настройка системы распределения тормозных усилий отчасти компенсирует склонность к сносу. На торможении трешка охотно выставляется в скольжении всеми четырьмя колесами. Вообще тормозам наше искреннее уважение. Двухлитровый спорт умер бы после такой тренировочной сессии. Словом, трешка МПС – это не автомобиль для трек дней. Увы. Тут важна настройка шасси, а МПС – это прежде всего сумасшедший мотор. Говорят, скоро Москву и Питер соединит скоростная автострада. Говорят, по ней разрешат ехать со скоростью 150 км в час. Вот это и будет самым подходящим местом для Мазда 3 МПС. Ваша личная красная стрела. Вот что это такое.